Михаил Лермонтов, Манго. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. От исполнителя. В поэме описано действительное приключение. Манго, прозвище Алексея Аркадьевича Столыпина, друга и родственника Лермонтова. Маёшко, прозвище Лермонтова. Манго. Садится солнце за горой, туман дымится над болотом. И вот дорогой столбовой летят, склонившись над лукой, два всадника лихим намётом. Один высок и худощав, кобылу серую собрав, то горячит нетерпеливо, То сдержит вдруг одной рукой. Мал и широк в плечах другой, храпя, мотает длинной гривой под ним соврасый скакунок степей башкерских сын счастливый. Устали всадники. До ног от головы покрыты прахом. Коней, приезженных размахом, они любуются порой и речь ведут между собой. Манго, послушай, тут направо осталось только три версты. Постой! Ужжайте мне мосты. Дрожат и смотрят так лукаво. Вперёд, маёшка! Только нас измучит это приключение, ведь завтра в шесть часов ученья. Не, в семь. Я сам читал приказ. Но прежде нужно вам, читатель героев, показать портрет. Манго, повеса и корнет, актрис коварных обожатель, был молод сердцем и душой, беспечно женским ласком верил, и на оршин предлинный свой людскую честь и совесть мерил. Породы английской он был, флегматик с бурыми усами, собак и портер он любил, не занимался он чинами, ходил немытый целый день, носил фуражку на бекрень, имел он гадкую посадку, неловко гнулся наперёд и не тянул ноги он в пятку, как должен каждый патриот. Но если, милый, вы езжали смотреть российский наш балет, то верно в креслах замечали его внимательный ларнет. Одна из дев ему сначала дней девять сряду отвечала. В десятый день он был забыт, с толпой усмешан волокит. Все жесты, вздохи, объяснения не помогали ничего. И зародился пламень мщенья, в душе озлобленной его. Маёшка был таких же правил, он лень в закон себе поставил, домой с дежурства уезжал, хотя и дома был без дела. Порой рассуждал он смело, но чаще он не рассуждал. Разгульной жизни отпечаток иные замечали в нём. Печалей будущих задаток хранил он в сердце молодом. Его покоя не смущало, что не касалось до него. На смешек гибельное жало броню железную встречало над самолюбием его. Слова он весил осторожно и опрометчив был в делах. Порою трезвый, врал безбожно и молчалив был на перах. Характер вовсе бесполезный и для друзей, и для врагов. Увы, читатель мой любезный, что делать мне? Он был таков. Теперь он следует за другом на подвиг славный, роковой. Терзаем пьяницу недугом и с гагой мучим огневой. Приюты неги и прохлады вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряды заграды. Разнообразные фасады, кровли мирных домов в тени таинственных садов. Там есть трактир, и он от века зовется красным кабачком. И там для блага человека построен сумасшедших дом. И там приют себе смиренный. Танцорка юная нашла краса и честь балетной сцены. На содержании была. Эн-эн, помещик из Казани, богатый волжский, старожил, Без волокитства, без признаний, ее невинности лишил. Мой друг ему, я говорил, ты не в свои садишься, Сани. Танцорка и вздумал управлять. Ну, где тебе ее? Но обратимся поскорее мы к нашим буйным молодцам. Они стоят в пустой аллее, коней привязывают там. И вот, тропинкой потаенной, они к калитке отдаленной Спешат, подобно двум ворам. На землю сумрак не спадает, сквозь ветви брезжет лунный свет И переливами играет на гладкой медиапалет. Вперед отправился Маешка. В кустах проползан, как черкес, и осторожно, Точно кошкой через забор он перелез. За ним Манго наш долговязый, довольный Этой у проказы перевалился кое-как. Ну, лихо, сделан первый шаг. Теперь душа моя в покое. Судьба окончит остальное. Облокотившись у окна, меж тем, Танцорка молодая сидела дома и одна. Ей было скучно. И зевая так тихо, думала она. Чудна судьба, о том ни слова. На матушке моей чипец фасона самого дурного И мой отец, простой кузнец. А я на шелковом диване Ем мармелад, пью шоколад. На сцене, зная уж заранее, Мне будет хлопать третий ряд. Теперь со мной плохие шутки. Меня сударыней зовут. И за меня три раза в сутки Каналью повара дерут. Мой Пьер не слишком интересен. Ревнив, упрям, что не толкуй. Не любит смеху он, не песен. Зато богат и глуп, как... Теперь не то, что было в школе. Ем за троих, порой и более. И за обедом пью люнель. А в школе, боже, вот мученье. Днем танца, выправка, ученье. А ночью жесткая постель. Встаешь, бывало, утром рано. Бринчит-то уж в зале фортепьона. Поют все врозь, трещит в ушах. А тут сама, поднявши ногу, Стоишь, как аист на часах. Флюрин хлопочет, бьет тревогу. Но вот одиннадцатый час. В кареты всех сажают нас. Тут у подъезда офицеры стоят все в ряд. Порой в два. Какие милые манеры. И все отборные слова. Иных улыбкой ободряешь. Других бронишь и отгоняешь. Зато вернулись лишь домой. Директор порет на убой. Ни взгляд не думай кинуть лишний. Ни слова ты сказать не смей. А сам прости ему, Всевышний. Ведь уж какой прелюбодей. Но тут в окно она взглянула И чуть не брякнулась со стула. Пред ней, как призрак роковой, С нагайкой, освещен луной, Готовый влезть почти в окошко, Стоит манго. За ним маюшка. Что это значит, господа? И кто вас звал прийти сюда, Ворваться к девушке бесчестно? Нам право, это очень лестно. Я вас прошу, пойдите прочь. Ну, где же проведем мы ночь? Мы мчались, выбились из силы. Вы не учи. Вы очень милы. Чего хотите вы теперь? Ей-богу, я не понимаю. Мы просим только чашку чаю. Анфишка, отвори дверь. Поклон, отвесивший при низко, Монго я и бросил нежный взор, Потом садится очень близко, И продолжает разговор, Сначала колкие намеки, Воспоминания и упреки, Ну, словом, весь любовный вздор. И нежный вздох прилично томный Порхнул из груди молодой. Вот ножку нежную порой Он жмет коленкою нескромной, И, говоря о том о сем, Копаясь, будто бы случайно, Под юбку лезет, Жмет корсет и ловит то, Что было тайной, увы, Для нас в шестнадцать лет. Моёшка, друг великодушный, Засел поодаль на диван. Угрюм, безмолвен, как султан. Чужое счастье нам скучно, Как добродетельный роман. Друзья, ужасное мученье Быть на перу или адъютантом На сражении, при генералишке пустом, Быть на параде жаланером Или на бале быть танцором. Но хуже, хуже во сто раз Встречать огонь прелестных глаз И думать, это не для нас. Меж тем манго горит и тает, Вдруг самый пламенный пассаж Зловещим стуком прерывает На двор влетевший экипаж Девятиместная коляска И в ней пятнадцать седоков. Увы, печальная развязка, Неотразимый гнев богов, То был Эн-Эн с своей свитой Степаном, Федором, Никитой, Тарасом, Сидором, Петром Идут, гремят, орут, садом, Все пьяны, прямо из трактира И на устах... Ну нет, постой, умолкни, Лира, Тебе ль поклонница мундира Поганых фрачных воспевать. В истерике, молодая дева, Как защититься ей от гнева? Куда гостей своих девать? Под стол, в комод или под кровать? В комоде места нет и платью, Урыльник полон под кроватью, Им остается лишь одно, Перекрестясь, прыгнуть в окно. Опасен подвиг дерзновенный, И не сносить им головы, Но вмиг проснулся дух военный, Прыг, прыг, и были таковы. Уже ночь была, низги не видно, Когда, свершив побег обидный Для самолюбия и любви, Повесы на коней вскочили, И думы мрачные свои, Друг другу вздохом сообщили. Деля печаль своих господ, Их кони с рысей не сбивались, Упрямо убавляя ход, Они Спотыкались, и леность их преодолеть Ни шпоры не могли, ни плеть. Когда же в комнате дежурной они сошлись, Можете ли друзья норовоучение сделать Сами? 1836 год Конец поэмы Манго Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Эта запись находится в общественном достоянии.